Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Анна Пашкевич. И в этом видео мы разбираем основные причины, по которым скручиваются листья у томатов. Когда мы подходим к нашему растению и видим, что у него скручены листья кверху, как бы в трубочку закручены, то тогда мы точно можем сказать, что это физиологическая реакция нашего растения на жару. Когда температура повышается за пределами теплицы, затем постепенно она повышается в теплице. Поэтому растение принимает решение уменьшить площадь, которая нагревается, сократить площадь испарений, и таким образом оно скручивает листья кверху. Чем мы можем помочь нашим растениям при повышении температуры? Самое первое, это, конечно же, притенять, натягивать какие-нибудь материалы, которые доступны в той же самой теплице. Возможно, чем-то накрывать теплицу сверху для того, чтобы снижать солнечную активность, и снижать ту температуру, которая будет в теплице в яркие полуденные часы. Но далеко не все растения, которые находятся у вас в теплице, это может быть многочисленное количество сортов, обязательно обратите на это внимание, далеко не все растения будут одинаково реагировать на повышение температуры. Поэтому вторая особенность, по которой скручиваются листья у томатов, это сортовая особенность. Например, если мы будем говорить про сорта более мелколистные, у которых площадь испыряющей поверхности сама по себе небольшая, то они практически на протяжении всего периода вегетации будут такие немножко скрученные в листовых поверхностях. И, например, таким сортом является французский сорт, который называется эмалия. Также томатами уже русской селекции будут являться, например, японский краб, медовая капля, которая будет постоянно скручивать свои листовые поверхности, потому что у них сами листовые поверхности между жилками будут расти медленнее, а жилки будут расти быстрее. И поэтому у них такая вот физиологическая особенность, или сортовая особенность, это скручивание листьев. Поэтому прежде чем бить тревогу о том, что у вас одни томаты скручиваются листвой, а вторая не скручивается, изучите их сортовые особенности. Третья причина тоже очень распространена, это нехватка влаги или избыточное количество влаги, или перепады между влажной почвой и сухой почвой. Например, как это часто случается у дачников выходного дня, когда на протяжении всей недели растения испытывают стресс от засухи и повышенной температуры, а затем мы приезжаем, начинаем их интенсивно поливать, поить, и таким образом корневая система уже испытывает стресс от недостатка кислорода, и таким образом растения снова реагируют скручиванием листвы. Поэтому обязательно контролируем уровень влажности в почве. Как это можно сделать? Чисто механически можно взять почву, которая находится в вашей теплице, жать ее в кулак, рожать, и когда она держит вот такой объем, достаточно хороший, не рассыпается, с нее не капают капли влаги, то это приемлемый уровень влажности почвы в теплице. Четвертая причина, также связанная с внешними и окружающими факторами, это сильные перепады температур. Например, если мы будем говорить про торфяные почвы, то там наверняка, вы знаете, ночи достаточно холодные, а дневные температуры достаточно высокие. И когда случаются вот эти вот перепады температур, особенно в прикорневой зоне, то тогда наше растение также физиологично отвечает скручиванием листвы. Поэтому, чтобы избежать перепадов температур, обязательно предусматриваем мульчирование, и при необходимости делаем такие своеобразные рукава тепла. Как могут выглядеть рукава тепла? Это могут быть обычные двухлитровые пластиковые бутылки, которые вы заполняете водой, по периметру обкладываете свою теплицу, за время дня температура воды постепенно повышается, и ночью она постепенно снижается, и таким образом не происходит такого резкого перепада температур в той зоне, в которой у вас растут помидоры. Следующая причина, по которой наши растения по-прежнему скручивают листья, это повреждение корневой системы. Например, мы поливаем растения, видим заболачивание корневой системы, начинаем интенсивно рыхлить, повреждаем корневую систему, и таким образом наши растения по-прежнему испытывают стресс, и начинают скручивать листья. Поэтому очень внимательно относимся к состоянию корневой системы, лучше сразу все замульчировать, чтобы не было желания рыхлить наши корни. Помимо механического повреждения корневой системы, мы можем повреждать и сам стебель неаккуратным удалением пасынков. Поэтому обязательно удаляем пасынки при помощи ножниц или секатора, оставляя так называемые пеньки для того, чтобы то место, в котором пасынки росли, когда мы их удаляем, чтобы оно не стало тем отверстием, через которое испыряется большое количество влаги из наших растений, и для того, чтобы не происходило скручивание листьев. Также корневая система может повреждаться любыми корневыми гнилями. К сожалению, это часто происходит от уплотнения почвы и от большого количества влаги в ней. И когда происходит развитие корневых гнилей, наше растение мало того, что оно не способно себя обеспечивать водой при помощи корневой системы, оно тогда уже начинает скручивать листовую поверхность, чтобы сохранить хоть какую-нибудь влагу, которая в ней находится. Поэтому обязательно диагностируем наличие возможных корневых гнилей и в случае их обнаружения ведем уже работу противогрибковыми препаратами. Следующая причина, по которой мы можем обнаружить скрученные листья в форме улитки, это однозначный сигнал о том, что мы перекармливаем наше растение. К сожалению, когда мы постоянно с поливами добавляем те или иные удобрения, когда у нас хорошо заправлен грунт и когда наши растения путем вот этого вот осмоса подтягивают все питательные элементы в листовые поверхности, когда наступает жира, тогда случается физиологическая засуха уже в листьях и наши растения начинают скручиваться. Поэтому обязательно необходимо предусмотреть наличие графика кормления наших томатов, вести подкормки грамотно, в среднем делать это не чаще, чем 1 раз в 10-12-14 дней и чередовать, например, органические, минеральные подкормки, чередовать корневые и листовые подкормки для того, чтобы наши растения не испытывали вот этого вот большого содержания элементов питания в листовых поверхностях и чтобы им не хотелось скручивать свои листья в улитку. Следующая причина касается того периода, когда начинают завязываться первые плоды. Как правило, в этот период наши растения принимают решение и отток всех питательных элементов, которые оно ассимилирует в листовых поверхностях, идет в сторону наливающегося плода. И таким образом верхние листья, они могут немножко подскручиваться по той причине, что у них недостаточное содержание элементов питания и влаги в том числе. Поэтому обращаем внимание на фазу развития своего растения. И в случае, если у вас такая ситуация, когда плоды начали наливаться и листовые поверхности стали подкручиваться, то также грамотно начинаем подкармливать наше растение вместе с поливами в сторону калийных подкормок. Последние две причины, по которым могут подкручиваться листья у томатов, касаются поражения наших растений заболеваниями или вредителями. Заболевания могут быть как бактериальные, так и грибные, так и вирусные. Если мы говорим про вирусное заболевание, к которым, например, относится столбур, обратите внимание, что в таком случае нет необходимости восстанавливать листовые поверхности и сами растения, проще их удалить, чтобы исключить развитие вирусного заболевания в своей теплице. Также необходимо подбирать те сорта и те гибриды, которые более устойчивы к различным вирусным заболеваниям. Эту информацию, как правило, пишут производители на пакетах семян, которые вы покупаете, и также вы можете отслеживать тенденцию поражения вирусными заболеваниями у себя в теплице. Например, в прошлом году у меня такой томат, как янтарная россыпь, поразился столбуром, и, соответственно, в этом году я его уже не выращиваю. Чтобы исключить развитие различных болезней на листовых поверхностях, мы традиционно будем вести профилактические обработки не реже одного раза в 10 дней биологическими препаратами, к которым, например, относятся триходермин и фитоспорин, то есть которые на основе триходермы и лисиной палочки. Также не забываем о профилактических обработках наших томатов, от таких вредителей, к которым относится паутинный клещ для белокрылка, такими биологическими средствами, как, например, фитоверм и бетоксибациллин. Благодарю, что вы досмотрели это длинное видео до конца. Оставайтесь на канале про цветок. Хороших ровных поверхностей вашим томатам и больших урожаев вам. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова